Приветствую вас! Начать мне бы хотелось с того, чтобы заметить, вы не задаёте свой вопрос. Вы просто описываете ситуацию и всё. Отсутствие постановки вопроса, отсутствие запроса к психологам, свидетельствует о том, что вы, возможно, не совсем готовы к решению проблем, которые есть в вашей жизни. Отсутствие запроса свидетельствует о том, что вы, возможно, не готовы на данный момент решать проблему и реально с ней что-то делать. В первую очередь нужно раскрыть, что для вас означает, ну, собственно, то, что сын против. Вот именно конкретно для вас. Что это значит? Чувствуете ли вы себя от этого хуже? Чувствуете ли вы себя от этого более уязвимо? Какие лично вам доступны негативные переживания из-за этого, из-за, ну, данного факта того, что сын против? Какого поведения вы от него ждали? И, ну, именно, вот, ожидали от него. То есть, чего вы хотели? Хотели, чтобы он одобрил, например, ваш, ну, ваш, скажем так, выбор? Вот, или как? Мне кажется, что это очень важный момент, вопрос ваших ожиданий. Дальше. По какой причине сын против? То есть, здесь вот тоже нужно обязательно понимать данный аспект. Здесь тоже нужно давать себе в этом отсчет, отдавать себе в этом отсчет. Вот. Потому что, а, без этого не понятно, откуда ваши эмоции проистикат. Следующий важный момент. Насколько у вас доверительные отношения с сыном? Насколько вы его знаете? Ну, своего сына, я имею ввиду. Насколько вы хорошо его знаете? И знаете ли вообще? Понимаете ли вы, чего он боится? Знаете ли вы, чего он хочет? Знаете ли вы, что ему важно? И так далее. На данный момент, на данный момент, мне кажется, что ваш сын боится. Ваш сын боится перемен. Ваш сын боится изменений. Ваш сын боится нового мужчины. Ваш сын ревнует к вам. Ревнует вас, точнее. Ревнует вас, к этому мужчине, потому что боится, что вы про него забудете. Как правило, именно из-за этого происходит сопротивление. Как правило. Как правило, именно отсюда берет свое начало нежеланию детей, мальчиков принимать мужчину. Ну, потому что он, ну, как бы, пофигает. Ага, на вас. И это воспринимается мальчиком крайне негативно. Значит, что это нужно учитывать. Обязательно. Если вы хотите, ну, ситуацию исправить для себя. Дальше. Следующий важный момент. Следующий важный момент. Насколько ваш сын социализирован? Насколько ваш сын способен к адекватному диалогу? Понимаете ли вы, что ваша собственная жизнь, то есть, жизнь как женщина, недоступна для понимания вашим сыном? И связано это во многом с тем, что вы с ним не проявляете свою женственность. То есть, вы для него только мама, ну, скорее всего, вы для него только мама. Вот. И все. То есть, вы для него больше никто. Вот. А это, конечно, негативно сказывается на его восприятии вас. Потому что, по его мнению, таким образом, получается, что вам больше ничего не нужно. Что вам не нужен мужчина, вам никто не нужен больше, кроме него. Ну, соответственно, это приводит к такому вот восприятию. Вот. Поэтому мне представляется ситуация следующая. Значит, анализ и коррекция ваших реакций в ответ на противодействие сына. Значит, более, более, как бы так сказать, более, более полное принятие ребенка вашего, то есть, ну, раскрытие его страхов, его желаний и так далее. Анализ вашего поведения с ним, то есть, анализ того, как вы взаимодействуете с ним. Вот. И, соответственно, коррекция и коррекция своего поведения. По отношению, опять же, к нему. Вот. Мне кажется, что подобные вещи являются необходимыми, если мы хотим вам помочь. Мужчина также должен быть подготовленным к взаимодействию с сыном и иметь в виду, что ребенок не настроен на взаимодействие. То есть, ребенку нужна, там, помощь, например. Да, ребенку нужна помощь в адаптации. Вот. Ну, опять же, опять же, насколько вот у вас все это раскрыто в поведении, да, насколько у вас доверительные отношения с сыном, все это нужно анализировать. Анализировать. Вот. Ну и, конечно, отдельным пунктом идет то, как вы позиционируете отношения с мужчиной. своим. То есть, если вы показываете своему сыну, что вот у вас отношения, да, и он мужчину до этого, например, не видел никогда, то, естественно, это будет им восприниматься в штыки, и если вы будете водить мужчину постепенно, свой быт с ним, с ребенком, то ситуация может измениться в лучшую сторону. Вот. Ну, опять же, это только при коррекции, при правильной коррекции. Потому что, потому что нужно понять, в каком состоянии находятся ваши отношения. Вот. Ибо на данный момент пока нет общей картины ваших отношений, непонятно, как обстоят дела и какие основные есть проблемы, именно проблемы. Вот. То, что у вас есть проблемы, это очевидно совершенно. Вот. Ну, другое дело, как, как эти проблемы решать, решать можно и нужно. Вот. К сожалению, больше информации вы не предоставили о себе, к сожалению. Вот. Соответственно, если вы хотите разобраться в ситуации более подробно, то главное выбрать себе эксперта на нашем ресурсе, и начать с ними работать. Если вы хотели получить какие-то общие рекомендации, то общие рекомендации можно сформулировать вот примерно так, как я сказал. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку Будуратанович, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.